Только давайте рекламу соблюдать, то мы сегодня отречевать домой не придем. Добрый день. Думая общественная организация, общественный совет по контролю за деятельностью жилищно-коммунального хозяйства города Белохолмница создана в инициативе бывшего благорагона Пулакова Олега Валентиновича. 4 декабря был избран в совет 12 человек. Речь идет об управлении в основном на депортирные доманы. За прошедший период, анализируя состояние жилищно-коммунального хозяйства в городе, работу всех ресурсов, составляющих организаций и управляющих компаний, наработано очень много документов, так как мы встречались на собрании по договору о тематике с жителями многокративных домов, встречались в прокуратуре, встречались с ресурсовно-обращающих организаций, с руководством, управляющих компаний, писали дискинные вопросы, ответы. У нас встречали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства правительства Кириллевской области с Князькиным и замок союзник Грины Дмитриевны, жилищные инспекции с руководством области, региональные службы по тарифам, Убеляевый, заместитель Мольфова, и лично куратора, который курирует наш тариф по отоплению. Вот это же службы по тарифам. Также были отправлены очень много документов в областную прокуратуру. То есть у нас накопилось очень много материалов. И последнее заседание, 13 марта, текущего года, когда совместно мы с городской администрацией провели совместное заседание общественный совет, городская администрация присутствует, бывшая в главу района Паруфория Валентиновича, где впервые, наверное, за всю историю ООШа, я и так называю частной организацией, я не скажу про эту структуру, впервые мы услышали их голос, как они работают, как все еще занимаются. Часто считывался и Стопка Шубаев, и Асканевич. Речь шла об инвестиции программами за три года. Если вы прекрасно помните, тариф, допустим, 34 рубля, за кубами от воды, да, а было плюсами с РУК 69, это городская дума приняла такое решение, они три года собирали эти денежные средства, миллион шестьсот, так, да, сенсациями мы с вами подсчитывали. И вот мы попросили сказать, куда расходились эти денежные средства. Поэтому у меня предложение депутатов городской думы гордится к этому разговору, поскольку городская дума, не в вашем составе, по-моему, но принимала такую программу, и что же сделали? Там все расписано, допустим, улица Володарского, 900 метров замены водопровода, ремонт водонабора на башне улицы Октябрьская, и так далее, и так далее. Там все позиции озвучат, деньги-то собраны, а что сделали? Я обращаюсь к городской думы, чтобы вернулись к этому вопросу. Потому что мы не имеем права, а вы как вы, кто принимал отношения, к этому вопросу надо вернуться. Далее мы вопросы задавали, и Богу заранее вопросы эти задавали, прокуратуре, кровеский суд, у нас был в городе, энергетики, ну и другие, значит, и управляющие компании, и санцепис Бакурина. То есть заранее вопросы были заданы. Мы так же приглашали редакцию, но почему-то редакция, и вопрос к нас тоже был, говорит, в адресе редакция вполне низкий звали, но почему-то обрисанная редакция, не явилась на это заседание. Поэтому мы заседание это не закончили, поскольку речь шла о самом главном, о структуре нашей жилищно-коммунальной облигации города Белая Холмница. Вы все как раз запомните, раньше было МУ, да? Муниципальное образование, ЖКХ улица Бастанкова. А сегодня у нас этих АОШа очень много. В частности, кто занимается отоплением, 4 организации занимаются в городе, отоплением, АОШ. Везде директора, везде главный главный академист, посчитайте. На этом заседании мы сделали определенный вывод в том плане, что никто никогда АОШ-ки, никто их не спрашивает за работу. Когда встречаются с руководителями и специалистами, однозначно получается вопрос, насколько они знакомы с господинами, насколько за что-то и как-то отвечают. Поэтому мы, конечно, обжитенный совет, рекомендательный характер, совещательный, предложительный, но в то же время есть законодательство России, есть жилищный кодекс, есть нормативные документы про единство, и они обязаны на это выполнять. Но не как, как сегодня, но выполняют. Вот отопление, кто проживает на рекомендательных домах, корректировка отопления в декабре прошлого года, прошла, 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 почему-то с 2006 года первый раз, но это прошла, так и правильно, вот она сейчас возвращается и все пересчитывает. Нам в департаменте, как раз сказали про визуальности, да, если вы растаиваете, мы приняли решение, они будут все это пересчитывать. Вы знаете, какая-то большая работа. Хотя предварительно в ГОКе и в Центресервисе, и мы, по-другому, мы встречались и говорили, вы сделаете, как восстановление правительства, различная четко, эта формула нечестная. Их же надо знать. Мы-то почему-то их знаем. Хотя бы специалисты уже знали, что мы все приказы поздравляем. Они сделали, пускай остановили, 4 месяца 2012 года и год, 12 месяца 2011 года, вот кто-то корректировку делает, надо брать-то один временной период, Мы, по-другому, и в Центресервисе, как сделать, 4 месяца 2012 года за отопление взяли, и 4 месяца 2011 года, ну, ни в какие разы никак не входит. Откуда берутся такие документы? Просто их никто не контролирует, конечно. Значит, в вопросе поднимания законодательства и договорной работы управляющей компанией все-таки активно задавали вопрос возникают. Мы здесь хотели получить поддержку прокуратуре района, мы здесь ее не нашли. Потому что на сегодняшний день договорная работа вот управляющая компания в виде многоквартирных домов ресурсоснабжающей организации тут немножко так же запутано, потому что ресурсоснабжающей организации напрямую договор заключила. Да, в части оплаты можно, больше нет, остальное через управляющую компанию. А управляющая компания договора, которая еще не заключила, это уже снабжающая организация. Говоря о работе управляющей компании, у нас очень много таких вопросов. Вот с Олегом, сколько я, я, по-моему, разговариваю, почему вы сегодня в однокомнатной квартире в графу общей ДМВ нужды, кроме 1,6 куба, по счетчику, да, за холодную воду, включаете еще 500 литров общей ДМВ нужды. Двухкомнатная квартира Нарсеева, я знаю, по улице Ленина, ну, для питания на руках, мы анализируем питание. А все надо анализировать первичный этот пункт. Они там вписывают уже плюсы к счетчику 800 кубов. А вот ветеран войны Северного фронта, ельщик такой, для гороссей, рядом с моей мамой живет, ему, кроме счетчика, 1300 литров, плюсов. Ну, у меня есть данные, все я, я, все. Мы спрашиваем, у вас, что на подземная река, это сколько с переплатой? И вот на протяжении нескольких месяцев так ситуация идет. Мы обращались, ну, я понимаю, нас поддерживают, что вы говорите, турист, каждый поддерживает, мы обращались, вот так же нельзя, но зачем? Откуда пенсионерка по 800-600 литров воды ежемесячно куда-то, ну, я не знаю, куда, а и плюсов, в реке идет канализация еще плюсов доедет, правильно? Так что достаточно вопросов много. Что они контролируют здесь? Мы? Кстати, про контроль. Мы только начали работать, понимаете, и мы стартуре из позиции непонятной прокуратуры, мы обращались по бросковой прокуратуры, пришел тоже интересный ответ. А какой ответ? Очень интересный ответ. Мы знали, что бывшая управляющая компания уже какая-то чайка была, раньше броскового заказчика, они все оборудились. Ну, и души с такими долгами. Полтора миллиона за текущий ремонт жители не вернули, им надо через суд, как омские пенсионеры, да, помните, которые... Далее, 107 тысяч за тушеное газооборудование, собрали лишние денежки, никто их не вернул. А уж содержание общей имущества, мы не знаем эти цифры. И когда проверена была ОЖКХ, мы запросили данную прокуратуру, Сергей Александрович Караваев сказал, коммерческая тайна, вы не имеете права куда... Знаете, куда ваши деньги распознались? Понимаете? У меня документы официальные, это это и есть. Поэтому я был уверен просить на оборудовую прокуратуру. Правда, оттуда тоже ответили, со сладочного закона. То есть, вот мы уже три раза по кругу прошли на местах, круг прошли в области, сейчас придется еще раз по кругу. Понимаете? Все начинают... Ну, вот правильно я сказал? Чикишот. Ведь не нравится. Понимаете? Не нравится. Очень не нравится. У нас вопрос очень много по отоплению по АПИЛу, когда переходите с Каменного Геонарда. Потому что у нас есть данные, местные есть данные в Гирове. Я был у Фукалова, там сидел два часа, когда областная прокуратура ответила, документов нет, исчезли, а у нас документы на руках есть почему-то. Понимаете? Вопросов очень достаточно много. Ну, времени очень мало, а у меня же это... Материала у нас накопилось очень много. Достаточно большим анализом с цифрами, с документами. Не просто мы разговариваем что-то. Поэтому наши вот предложения в дальнейшем, конечно, это очень много времени затратить. Вот мне очень жалко старший по домам, как квартирных домов. Там должны быть какие-то и следствия разбираться, и в финансах, и в бухгалтерии. Потому что договора, которые заключаются в управляющей компании, вот пишут 12 рублей тариф. А может, там не 12, может, 15, а может, и 5 рублей. Потому что надо включать, что там входит в текущий, и в содержание область имущества, персонально по каждому дому должен быть отдельный тариф. А это очень большая работа, надо выщить. И по структуре ЗКК. Наше предложение есть, мы его отправили в департамент, оно есть в городской администрации, оно есть в районной администрации. Наши предложения вернутся, а все это, старое. Все эти в городской порядок совсем полно надоели. Потому что там сидят учредители, мы их тоже знаем, впервые мы их узнали, они 10 тысяч рублей внести в зон, да, вот он за 10 тысяч и отвечает. Хотя он, как учредитель, хозяин этой организации, он сам назначает директора, определяет торплан, взял аппарат, и так далее, понимаете? Достаточно сложный вопрос. А отвечает всего на 10 тысяч. И потом второй переход. В этих же овощках сидят у нас учредители, которые являются сами директорами. То есть я хочу, что делать, то и хочу. Поэтому есть вопрос. Здесь точка зрения законодательства, конечно, нормально подходить. Мы понимаем, что специалисты работают достаточно, в городе все обеспечено отопление, вопросы, проблемы, но вот работа с населениями, потому что это деньги населения за услуги, понимаете? Они должны оказываться качественными. Все здесь прописано. И вот как сказал президент, до него это что? Помните, это у нас 6-3 что ли? Помните этот франк? И он дал четкие указания. Какие указания? Первое. До 1 апреля 2013 года во всех фрукгиях федерации установлены нормативы на различные ресурсы и 3-2 и 3-3-4,6-4,6-4,6-6,6. Вы знаете, какие нормативы у нас были? На воду 4,6-3,6-4,6-4,6-4,6-4,6. Ну, примерно, я по своей квартире посчитал. Мы ежемесячно сейчас счетчики поставили экономим 300 рублей только на воде. Ну, ведь раньше мы платили за все это, но сколько воды они потребляли. Как и показано, если никто не считал, когда газовых счетчиков не было, мы платили 406 рублей в месяц, а сейчас со счетчиком газовым, ну, 200 рублей, очень редко бывает, 188. Представляете, сколько мы денег заплатили, а газ мы держим, сколько же? Вот никто ведь это не считает почему-то, да не с вами говорят, что это не считает. Второе. До 1 мая 2014 года принять законы, которые усилят ответственность управляющей компанией за несоблюдение правил и стандартных деятельностей. Вот нет у нас норматива на общие головы в области, они будут с 1-го юга этого года. Нет у нас управляющая компания в строке общие головы в области, но нет у нас норматива общих головы в области. Вот откуда горные воды и появляются. Третье. Будет проведен анализ расчетов по общей домовым нуждам, просто я говорю. Президент получил исключить обязанность граждан ежемесячно бегать и сообщать коммунальщикам показания приборов. Пусть сами проверяют, или необходимо сделать расчет. У нас сейчас все граждане с логическим, с водой. Понимаете, когда общие домовые счетчики ставят, у нас проблемы с проблем возникли. Расхождение там получается, за логическое платье больше в коридоре, чем сейчас возникло. Документы у нас все эти есть, анализ есть, но предстоит очень сложная дальнейшая работа, требует времени. Мы, конечно, работаем тоже на общественных началах. Места у нас есть, вот Александр Савич там выделил, четвертый этаж, благосоветов там мы засчитаем. Письменное обращение можно в городскую администрацию, можно на наш телефон. Мы готовы рассмотреть вопросы. Но достаточно, мы уже наработали много документов, их надо сейчас, короче, в 10 подпускать, а там кое-какие уголовные дела возникли. Понимаете, там 10 миллионов рублей уже возникли денег, исчезли их вместо куда. Все. А если здесь где-то в Телефончик, Телефончик у вас какой? У меня вот такой вопрос. Каждый год увеличивается на 15 в среднем проценту, так прибыль-то у них увеличивается ли каждый год? Первый вопрос. Давайте так, так далее. И второй вопрос. У них есть ли хоть мероприятие по снижению себестоимости продукции, которую они выпускают? Понимаю, подозреваемый процент. Ну, во-первых, так сказать, ситуация достаточно, ну, как можно сказать, так сказать, щепетильная. Газовики и электрики однозначно по сравнению правительства определено уже, там, на пятилетку вперед, что они будут быть 13-15% ежегодно определено. Остальные тарифы, речь идет про воду, отопление, ну, и другие, так сказать, водоотведение, там, у нас, мусора, конечно, они на уровне колеблются где-то региональной структуры, но все-то идет завязка второго с Москвы. Вот эти общедомовые нужны тоже нормативы и тарифы, да? Ведь они тоже были постановления, как, 354-го, новое, постановление наступило в силу 1 сентября прошлого года. А управляющие компании, так, например, интересно, за чердаки платят, платят, оплачивают, так сказать, за все оплачивают общедомовые нужны. Ну, значит, надо внимательно смотреть, когда договора подписывают жителей многоквартирных домов с управляющей компанией, что туда входит, и содержание общей, может быть, и в ушах. А тарифов, ну, что вам сказать, если президент ждал 6%, а региональное правительство на этот был уже, уже подписано 12-13, я не могу понять, кто их правит, я понимаю? Поэтому не сложно, наверное, вопрос ответить. Далее, по нашим ресурсам, здравоохранения, тепло, вода, ну, и канализации, и управляющие, нормативы, как вы сказали? А, снижать свои затраты? Вот, понимаете, снижать свои затраты. Да, я понял. Как сказали, в 90-е годы новые наши либералы сказали, отдадим все частные руки и будем жить богаче Америки. У нас все наоборот получилось, мы отдали все частные руки. Вот они и в частных руках, и все делают немножечко, как лосково-пругались. А позаботиться о качестве услуг, тут уже немножко другой вопрос. Поэтому надо очень договорные отношения. И, конечно, правоохранительные органы, и прокуратура, и другие должны постоянно вмешиваться. Ведь, как сказал Путин, нацселенные коллеги генеральной прокуратуры, прокуратура не когда к ним обращается, а сами должны находить, изыскивать возможности улучшения работы всех предприятий жилищно-коммунального комплекса. А у нас получается наоборот. Мы с Евгением Центра разговаривали четыре раза, я говорю, Сергей Центра, извините, но я вынужден обращаться в Киров. То есть что-то надо предпринимать, какие-то нет, так же нельзя работать. Поэтому, правильно, в Читовском сказал, так сказать, тут тоже колькому не нравится. Европов-то привечется, так сказать, хотя и знакомых много, но добавляется колькому что-то и не нравится. Но, правда, ищущая должна быть. Единственное, что документы должны работать, потому что документы, насколько мы знаем, вот старшие по товару, их никто не знакомит. Какие нормативные документы. Мы когда договор разрабатывали, новую управляющую компанию, рейт-прайс-сервис, да, новый договор. Мы тогда ориентировочно сделали в приложении 7-8 рублей, но тарифы надо пересматривать по каждому дому, однозначно. Улица Волотарского, там что-то, печно, отопление, опция водопровода нет. Раз, и странички с великим полем, и на строителе, где я живу, многопортивные дома, конечно, у них три должны быть меньше. А раньше все платили чем-то, по 12 рублей независимо. Понимаете? Тот гостей не будет. Есть еще вопросы? Можно? Даже не вопрос, а маленькую просьбу. Просто у нас буквально вчера состоялся разговор с одним из представителей управляющих компаний, и вопрос коснулся тарифа на обслуживание придомовой территории. Фактически сейчас управляющие компании нарушают правила внешнего благоустройства города, не убирая вокруг домов и оставляя там антисанитарию, просто стихийные свалки. Но когда ему было об этом сказано, он заявил, что тариф слишком низок, убирать его люди за эти деньги ничего не будут. А тариф не хотят повышать люди. Можно ли это взять под какой-то не первоочередной контроль, но просто поставить, уделить внимание этому вопросу, чтобы все-таки это решалось, а не откладывалось в долгий ящик? Спасибо. Да, вопрос, он назрел уже давно, есть документы 491-го постановления правительства, 56-й приказ департамента ЗКХ в Кировской области 2008 года. Но эти все документы, когда мы начали изучать, как нам сказали и в администрации, этим чиновникам данный департамент ЗКХ не указал, понимаете? Когда заключается договор многоквартирного дома, с управляющей компанией, там должно быть все обговорено однозначно. И может быть, да, и тариф, и мало, но надо считать. Понимаете? У них все время строго на тариф. Но когда начинают подсчитывать тариф, так все нормально. Там, потому что если доли-то есть, зарплата управляющей компанией, понимаете, так тоже туда находит. Вот сколько зарплата будет. Вот хорошо, что они в центре Сельевича, насколько я знаю, наблюдательный совет сделали, который будет контролировать, сколько зарплаты можно директора, допустим, не учредительного разрешать. От этого тариф зависит, понимаете? И вот в договоре-то по этой территории должно быть договорено, кто будет содержать. Согласно 54-м приказу, да, управляющая компания заключает жителей многоквартирных домов на уборку этой территории. А если договора нет, конечно, и управляющая компания делать ничего не будет. Но по правилам благоустройства, принятым в городской доме, обязанность этого возлагается, ответственность на управляющую компанию, а не на жителей. И это противоречие, которое хотелось бы все-таки разрешить. Потому что территория, в итоге, она никому не подотчетна, она не убирается, на ней создается антисанитарная обстановка. Я тоже сам так живу, мы выходим и сами прибираемся. Короче, сами зимой чистим снег, сами подъезды моем. Тоже вопросов накапливается много. Мы оплачиваем этот тариф, содержание, допустим, да, а сами-то делаем вопрос. Поэтому мы, вот 4 декабря работаем, у нас вопросов очень много, чем ответов. Нам хотелось, чтобы мы начали понимание, но всех органов, в частности, редакции, кстати, мы начали публиковать газеты-заметки. У меня было очень много материалов, но почему-то редактор отказался публиковать, и мы с ней разошлись к мнению. Я больше в нашу редакцию газету не пишу заметки. Будем писать в областной газете. Извините. Спасибо большое. Слово предоставляется Игорю Петровичу.